Сегодня в программе нашего вечера находится презентация книги, написанная удивительным человеком Юрием Михайловичем Медведевым. Это лауреат Пушкинской премии, это член Союза художников ЮНЕСКО, это человек, который является членом Союза писателей СССР, человек, который провел огромное количество выставок на территории колоссального количества стран. И сегодня он презентует свою новую книгу «Русские легенды и сказания». Наш сегодняшний вечер посвящен Тверской губернии Твери. Скажу кратко, город Тверь старше Москвы на 300 с лишним лет. Уже в VII-VIII веке там жили племена. Ученые спорят, были это племена угрофинские или славянские, но в последние десятилетия все больше укореняется мысль, что еще раньше, скажем, еще в тысячу лет, там пребывали племена индоевропейские, которые потом ушли на Иранское Нагорье. Теперь о Коранкове. Когда рушилась империя, это был примерно 89-90 год, я заведовал отделом прозы в журнале «Москва». И тогда же убедил главного редактора публиковать историю государства российского Николая Михайловича Харамзина в течение двух лет. Он согласился, и тираж журнала со 100 тысяч дошел до 800 тысяч. В это время на Арбате пели, гуляли, жарились шашлыки, играя на гитарах, началась буржуазная революция. И там были художники. И прогуливаясь по Арбату, я однажды увидал статного молодца усатого, который продавал две картины. Я удивился, потому что мне показалось, что чтобы так далеко унестись в воображение заборы времен, может только посланник небес. у него обозначилась во всей красе «Родовая память». Про эти картины мне стало ясно. Я с ним поднакомился, купил эти картины, завел его в журнал «Москва». Мы с ним побеседовали, я ему подарил свои книги. И мы договорились, что сделаем с ним 100 картин, посвященных славянской мифологии. А когда это случилось, то мы продолжили наш договор и договорились о 300 картинах. Вот 300 картин Королькова сделала по моим эскизам, но потом он погиб в 45 лет, трагически 10 лет тому назад. Я до сих пор оплакиваю его гибель. Здесь мы сказали, что картины Королькова, не только о моих учениках, они побывали в Париже, в штаб-портире ЮНЕСКО, побывали в Белграде, в Багдаде. В прошлом году выставки были в Филиппинах, потом переехали в Александрию, в Египет. В Москве были в музее Москва, в Маниже, ну и так далее. Откройте интернет. Художник Фидор Корольков. Там сотни тысяч отзывов о его творчестве. Кто был в Италии, скажем, в Геркуилан, к примеру, в Помпеи, тот видит в разгорящем городе, на стенах фрески с жизнью людей, отдалённых от нас двумя тысячами лет. А если бы, скажем, пять тысяч лет тому назад существовали художники, которые бы писали быт и нравы славян, сейчас бы мы ими любовались. Но если есть родовая память, то человек воспроизведёт образы от нас столь отдалённые. Первым, кто в 20 веке воспроизвёл эти образы, был Константин Васильев, основатель живописи мифологической. Он умер тоже на самом взлёте своей гениальностью, как и Киральков. Откройте в интернете музей трипольской культуры. В 1872 году под Киевом обнаружили холмы, их там было 150, когда разрыли два первых холма, оказалась там трипольская культура, прославянская культура, которой 6-7 тысяч лет. Там были приобитные дома с круглыми окнами, игрушки уже тоже с колёсами, хотя, скажем, инки не знали колёс. Они люди, наши предки, охотились, земледельствовали, ловили рыбу. Вот 6-7 тысяч лет. И нынешнее поколение художников уже подбирается и к этой теме. Тресской художник Всеволод Иванов уже написал 10 работ, посвящённых трипольской культуре. Обязательно посмотрите трипольская культура, музей трипольской культуры. Сейчас его даже, кажется, уже полуразрушили эти вот негодяи, которые ненавидят Россию. Мне бы хотелось, чтобы, вот скажем, здесь, в наших школах, в школах, где учатся будущие воины или милиционеры, чтобы там на стенах висели картины Виктора Королькова, Всеволода Иванова, чтобы наши детки понимали, что мы беспрестанно продолжаемся на протяжении тысячелетий. И вот этот альбом, всего я издал 37 альбомов в своей жизни. Это один из самых лучших альбомов. И благодарить за это качество и за количество надо нашего Ирислава, где стоит. Вот Ирислав выпьет, подними хотя бы руки. Вот. Низкий упаковок. Ирислав издал и альбом Всеволода Иванова. Есть с тобой альбом Всеволода Иванова? Покажите альбом Всеволода Иванова. Вот альбом. Его тоже я сделал. Это альбом Всеволода Иванова. Непечательной красоты картины. Таких альбом уже 130 у него. Вот видите, вот такие вот. В интернете тоже есть, кто-то там сотен тысячи отзывов. Не может быть много художников, которые обладают памятью родов. Это совершенно естественно. На сегодня их, ну скажем так, четверо. Этого вполне пока достаточно. Но может быть, и деток, которые меня слушают, уже найдется одна детка, или один детка, которая со временем издаст альбом, посвященный трипольской культуре. Дорогие мои, дед мой, купец первый дильди Никита Иванович Кузнецов, основатель города Ново-Николаевска, Мини-Новосибирск, говорил, жить придется долго и прожил 99 лет. Давайте жить долго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова